Тебя так Дар величия Всей душой желаю Просто быть с тобой, мой Бог Просто быть с тобой, мой Бог Аллилуйя! Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду вечности, а лишь Тебя Мой Бог прославлять Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду вечности, а лишь Тебя Мой Бог прославлять Аллилуйя! Мы славим Тебя, Иисус Мы ценим Тебя, Бог Мы превозносим Тебя, Святый Аллилуйя! Аллилуйя! Тебя так Люблю я Тебя так Хочу познать, а мой Господь Я бы не лицо свое Всем сердцем скажу я Всем сердцем Спаю о том, что мой Господь Что Ты превосходник Всего Стар величия Всей душой желаю Просто быть с тобой, мой Бог Просто быть с тобой, мой Бог Аллилуйя! Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду вечности, а лишь Тебя Мой Бог Я буду славить Тебя, мой Бог Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду вечности, а лишь Тебя Мой Бог Я буду славить Тебя, Иисус Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду вечности, а лишь Тебя Мой Бог прославляет Иисус, Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду в вечности я лишь Тебя Мой Бог прославлять, я буду славить Тебя Иисус, только лишь Ты, Спаситель мой Буду в вечности я лишь Тебя Мой Бог прославлять Тебя так люблю я, Тебя так хочу познать, Я мой Господь, я в имя лицо своё. Всем сердцем спою я, Всем сердцем скажу о том, Кто мой Господь, что ты превосходней всего. Тебя так люблю я, Тебя так хочу познать, Я мой Господь, я в имя лицо своё. Всем сердцем спою я, Всем сердцем скажу о том, Кто мой Господь, что ты превосходней всего. Дар величия! Дар величия! Все душой желаю, Просто быть с тобой, мой Бог, Просто быть! Иисус, только лишь ты спаситель мой, Буду вечно сиять и сиять, Мой Бог прославлять! Иисус, только лишь ты спаситель мой, Буду вечно сиять и с тебя, Мой Бог прославлять! Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, только лишь ты спаситель мой, Буду вечно сиять и с тебя, Мой Бог прославлять! Иисус, Иисус, Иисус! Иисус, только лишь ты спаситель мой, Буду вечно сиять и сиять и с тебя, Мой Бог прославлять! Иисус, 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 и Я без тебя, без силы Господь, Наче спутані руки и ноги. Десь поделись потрібні слова, И скривилися мои дороги. Я без тебя, мовитка суха, Що тримається ледь-ледь до клену, Бо наше висоті ще прилипла до крони, Та не вкриться листям зелених. Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Маю, Бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Бо без тебе помираю, Бо без тебе помираю, Господь. Я без тебе без сили, Господь, Як спутані руки і ног, Десь потілись потрібні слова, І скривилися мої дороги, Я без тебе, Могітка суха, Що тримається ледь-ледь до клену, Вона ще в висоті, Ще прулипла до крови, Та не вкриється лицям зелений, Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Ще надріваю, Бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Ще надріваю, Бо без тебе помираю, Бо без тебе помираю, Я кричу і плачу, Я кричу і плачу, Голос надріваю, Що робить не знаю, Я весь мені благаю, Я весь мені благаю, Поможи постаню, Ще надріваю, Бо без тебе помираю, 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 Я весь мені благаю, Иисус 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 Томожи осталь О Бог наш А jóvenes Иисус Иисус А без тебя помираю Иисус Аллилуйя Я кричу, ой, слеза Добрый вечер Приятно видеть вас снова Я так доволен быть с вами Я такой просто доволен находиться здесь вместе с вами У вас настолько теплые сердца Настолько красивые улыбки Вы настолько умные Какая вам все-таки красивый город И вы на самом деле очень красивые люди И для меня на самом деле это привилегия вместе с вами учиться и вместе с вами расти Одна из вещей, которую я заметил с тех пор, как я нахожусь здесь Я заметил, что мужчины здесь носят свое свадебное кольцо на правой руке А вот в Америке и на Западе люди носят обручальное кольцо на левой руке Я остановил одного мужчину и сказал ему, послушай, твое обручальное кольцо не на правильном пальце, не на правой руке Он сказал, нет, я женился на неправильной женщине Но я рад, что я с правильными людьми здесь, и вы все мои братья и сестры Снова хочу вам сказать, передать вам привет от команды Эквип и также от Джона Максвелла И сегодня наш второй вечер, такой замечательный вечер, когда мы с вами будем проходить наш тренинг Сегодня мы с вами будем изучать, как раскрыть свои духовные дары Я могу на вас посмотреть и сказать, что вы уже являетесь одарованными людьми Мы сегодня с вами, пройдя этот урок, мы будем учиться, как определить ваш главный духовный дар При всем том, что вы можете иметь большое количество даров Но есть внутри вас фундаментальный, основной дар, который делает вас уникальным Иисус имел много духовных даров У него был дар исцелять больных И мы с вами вспоминаем историю, когда он открыл глаза слепому И человек, который был глухой, начал слышать Мы видим, что он призвал человека, который не мог ходить, чтобы он начал ходить И мы видим с вами, что у него был дар, который помог еде умножиться И также у него был дар, когда он мог воскрешать мертвых Но это было то большое количество разных способностей, которые Иисус мог делать Но Иисус пришел в этот мир для того, чтобы дать нам дар спасения И это был его главный дар Из-за того, что Бог вложил также дар в вашу жизнь Вам нужно приготовиться для того, чтобы раздавать этот дар другим людям Подготовка — это великий знак или великое определение того, что вы готовы принять что-то великое в будущем Повернитесь к вашему соседу и скажите Я готовлюсь к лучшему, что ждет меня впереди Для того, чтобы посмотреть о духовных дарах и их основаниях Мы должны с вами посмотреть в Римлянах, 12 главе И в 12 главе Римлянах мы видим, что Бог говорит о конкретных дарах Поэтому давайте мы с вами заложим основание, что дары, они описаны в Римлянах, 12 главе Первое — это мы видим с вами, что в Новом Завете говорится о большом разнообразии, многообразии даров Мы видим с вами разнообразие разных даров Вы знаете, когда у нас есть разнообразие даров И у человека есть разнообразные дары Но и у женщин, и у мужчин разные дары, и женщины могут проявлять свои дары сразу несколько одновременно И вот мужчины как раз это сделать не могут Женщины у них есть такая способность одновременно разговаривать по телефону При всем этом готовить обед И одновременно смотреть любимый телесериал И также у них еще они готовят стирку для того, чтобы загрузить ее в стиральную машину Но мужчина, он может сделать всего лишь одну вещь в одно время Потому мы так благодарны Богу, как мужчины, что Он послал нам женщин И мы видим, что у пасторя Боси много даров И вы можете заметить, что она может быть и пасторем, и женой, и матерью в одно и то же самое время И это дар И эти дары она прорабатывает и являет их очень хорошо Потому мы с вами видим, что в Новом Завете говорится о большом многообразии духовных даров Перед тем, как ты начнешь использовать дар Тебе нужно обнаружить, что это за дар И Иисус имел такую уникальную способность различать дары Вам необходимо обнаружить дар Развивать его А потом высвобождать его И каждый раз Иисус проходил через этот процесс Процесс, когда ты обнаруживаешь дар, ты его развиваешь, а потом ты его используешь, высвобождаешь в дело Номер два У каждого христианина Есть какой-то основной дар И им необходимо на этот дар сосредоточить свое внимание Ваша сила и ваша власть, она придет тогда, когда вы сфокусируете свой дар У вас много талантов и даров Но есть один главный дар или основной дар И вам необходимо сфокусировать ваше время на развитии и использовании этого главного дара И когда вы сфокусированы на чем-то, это дает вам способность Сделать может быть мало, но качественно Но вы должны знать, что каждый христианин обладает основным даром И вам необходимо сосредоточить ваше время на одном основном даре Библия учит нас Что человеческий дар или тот дар, который существует в человеке, он создаст для него место Потому что перефразируя эту фразу, хотел бы сказать, что ваш основной дар сделает для вас способности в жизни Потому что для нас с вами задача номер один обнаружить, что есть мой основной дар Когда мы думаем о некоторых людях в этом мире Они известны в этом мире только потому, что они развивали свой основной дар Я уверен, что мать Тереза Была очень одаренной женщиной Скорее всего, у нее был дар и была способность готовить кушать Я уверен, что у нее была способность, и она знала, как нужно вышивать и лишить Но мать Тереза была известна в этом всем мире через дар милосердия Милосердие это был ее доминирующий дар Когда мы думаем о Нельсоне Манделе Нельсоне Манделе Нельсоне Манделе was known for his patience Нельсон Манделла был известен из-за того, что у него было великое терпение He's waited in jail for 27 years 27 лет он прождал, просидя в тюрьме He became a modern-day Job Он, другими словами, стал современным или в наше время Иовом Job is known in the Bible for his patience Но Иова мы с вами знаем из Библии из-за того, что у него было терпение Я уверен, что Иов мог сделать разные другие дела Но его главный дар был терпение У Авраама был тоже основной дар И его основной дар это была вера И Иоанна основной дар была любовь И каждый человек сидящий здесь Он имеет свой основной дар Вы, возможно, желаете делать разные вещи И у вас много здоровья и талантов Но у вас есть один основной дар И тот основной дар, который есть внутри вас Он очень необходим этому миру Не задавайте себе вопрос Интересно, что же нужно в этот мир принести Но то, в чем нуждается этот мир Он нуждается в людях, которые осознают и понимают, что есть их основной дар Мир нуждается в людях, которые со страстью хотят использовать и раскрыть свой основной дар Бог никогда бы не дал вам дар, в котором бы не нуждались люди Повернитесь к своему соседу и скажите Ты знаешь, кто-то нуждается в моем даре Вот в данном случае он нуждается в моем даре Потому что без меня он бы не был услышан И у меня есть дар И я сейчас использую свой дар для того, чтобы служить Иисусу But his ability to translate is not his only gift Но моя способность переводить с английского это не обязательно единственный дар в жизни Но также у моего друга у него служение молодежи И у него есть много даров И я использую свои дары для того, чтобы служить Иисусу Христу У каждого из вас есть много даров Но есть внутри вас, ваша жизнь и основной дар И миру необходим этот дар И то, как люди вас запомнят, они вас запомнят только с того, как вы используете свой основной дар Я уверен, что есть люди здесь в Украине У кого есть способность спеть очень красиво Я уверен, что они также умеют варить, кушать Я уверен, что они могут ездить на велосипеде Но их не запомнят поэтому, но запомнят из-за того, как они спели У вас здесь очень много из хороших, талантливых музыкантов Но также они могут делать что-то другое Но большинство из них будут запомнены только из-за того, что они создали определенную музыку И вы запомнитесь у других людей только из-за вашего дара Вам всегда придется оставлять вашу зону комфорта Но вам никогда не стоит оставлять зону вашего дара Вы знаете, что когда вы встретились с Иисусом Когда вы встретитесь с Иисусом, он задаст вам всего лишь один вопрос Что ты сделал с тем даром, который я тебе дал И вам необходимо будет ответить на его вопрос И ответить таким образом, чтобы Бог понял, что вы сделали с его даром Номер три Дух Святой желает сверхъестественным образом проявить Иисуса через эти дары Ваш дар, который вы используете, он принесет славу Богу Когда люди видят, как ваш дар действует или работает Люди будут видеть ваши добрые дела Но они будут славить Бога, который на небесах Запомните эту фразу, что ваш дар, он сделает для вас место Не думайте, каким образом этот дар создаст для вас территорию и создаст для вас вашу землю Но ваш дар, он сделает так, что у вас возникнут новые возможности и новые открытые двери И вы можете заметить по вашему пастыру, что пастыря Сандэя у него пригласительные в офисе по всему миру Потому что дар, который внутри него, он открывает для него новые возможности Это не только богорасположение в жизни пастыря Сандэя Но это также и действие дара Божьего внутри его жизни И когда люди видят Божий дар в жизни пастыря Сандэя Он им этот дар являет Иисуса Христа И они видят в нем сердце смиренное Они видят любовь Иисуса Христа Потому что Дух Святой хочет сверхъестественно явить Иисуса через эти дары Номер четыре Как и мышцы физического тела Дары могут иметь в наличии, но остаться недоразвитыми При всем том, что у вас есть дар, и вы об этом знаете, он может быть неразвитым Точно так же, как если бы у вас была мышца Чем больше вы делаете физкультуру и делаете какие-то упражнения для мышцы, больше она становится Чем больше вы развиваете или упражняете свой дар, тем лучше он является Чем больше вы действуете через ваш дар, тем намного легче и проще И мы видим, что пастор Боси, она развила дар Божий внутри себя в своей жизни И сейчас она себя чувствует удобно с тем даром, который Бог дал ей И дар Божий внутри нее был развитым И мы можем заметить, что тот дар Божий внутри нее на сегодняшнее время, он намного более развит, чем 20 лет назад Поэтому задайте себе вопрос Что мне необходимо сделать, чтобы развить мои дары? И ваши деньги, они сокрыты в ваших дарах Потому что тот дар, который дан вам, он имеет способность производить деньги Потому что еще раз повторюсь, что дар, который внутри вас, он создаст для вас новые возможности Потому что не задавайте себе вопрос, интересно, что это другие делают, чтобы заработать миллионы? Но скажите себе, что интересно, какой дар внутри меня, который откроет для меня новые способности заработать? Номер пять Каждый из этих даров важен и имеет свою функцию Всякий отдельный дар, как определенная роль в команде или как орган тела Тело Христова нуждается в твоем даре Тело не может функционировать, когда оно в изоляции Но мы сотрудничаем или мы функционируем, когда мы в единстве Мы функционируем, когда есть разнообразие Мы все различны Но для одного и того же видения мы как в одном теле работаем Мы вместе сотрудничаем или вместе функционируем для Царства Божьего Каждый дар важен и имеет свою функцию Библия учит нас Что Бог поместил члены в теле таким образом, чтобы это прежде всего нравилось Ему Если у вас есть кольцо и внутри этого кольца находится немаленькое количество бриллиантов Вы можете заметить, что эти бриллианты помещены или расположены внутри этого кольца И в то же самое время сравните это с собой, что Бог взял вас как бриллиант И Он посадил вас или разместил вас в теле Христа Если, к примеру, бриллиант выпадет из кольца или своего места То тогда мы заметим, как ценность этого бриллианта, она потеряется Мне пришлось купить моей жене новое обручальное кольцо Потому что ее даймон